1 мая в городе Надбогом было по-настоящему празднично. Флаги, цветы, настроения. Так было всегда в этот день, так и сегодня. И, вероятно, наши дети и внуки будут отмечать его также. Зарядом положительных эмоций, солнечно и весело. Сегодня 1 мая и я поздравляю всех праздником туда. Главенствующий момент для всех, кто собрался в этот день в городском парке – награждение наших земляков, тех, кто внес весомый вклад в развитие региона. 45 человек – рабочие строители, врачи и учителя, парикмахеры, специалисты железной дороги, связисты, транспортники и представители других отраслей народного хозяйства получили награды от Брестского областного объединения профсоюзов, дипломы, материальное вознаграждение и высокий статус. Умельцы Брещины. Конкурс этот трудовые умельцы Брещины актуален. Он актуален с совместно решением обл.сполкома и областного объединения профсоюзов. Три года назад, скажем так, определен. И каждый год, каждый год в течение года практически, или полугода, осень, зима, весна, проводятся отборочные этапы и на предприятиях, в профсоюзных организациях, в отраслях. И затем вот мы сегодня будем подвозить 17 отраслей победителей дали наиболее массовые профессии, наиболее массовые профессии. Вот. И порядка 40 человек, профессионалов, значит, в лучших своих специальностях тоже будем награждать. В народе говорят, с мастерством люди не родятся, а добытым мастерством гордятся. Таковых профессионалов, мастеров на Брещине немало. Все люди достойные. Среди награжденных Ростислав Лавренюк, врач, анестезиолог, реаниматолог, заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы. Работа – это его жизнь, признается дипломант. Это праздник труда, потому что человек, который достоин трудиться в нашей стране, он достоин уважения. А если хорошо работает человек, то достоин двойного уважения. И, конечно, некоторые люди добиваются не только уважения, но и каких-то продвижений по службе и уважения в коллективе. Вот в этом году один из таких праздников достойный я. Я человек, который любит творческий подход к труду. И если бы не было отдачи, естественно, не было бы у меня и не было бы стимула. Я вижу людей, тех, которым помогаю, вижу их улыбки, вижу их счастье. И ради этого стоит работать и стоит жить. Жизнь на колесах – это еще про одну умелицу Брещины – Людмилу Марчик. Она проводник Брестского отделения Белорусской железной дороги и ее кредо. Всегда хорошее настроение и доброе отношение к людям. Очень приятно получить такое звание. С 95-го года я в этой сфере. Как бы можно сказать, у меня поколение, у меня династия железнодорожников, у меня дедушка железнодорожник, мама железнодорожник. Ну и я пошла, значит, по стопам дедушки, мамы. И вот теперь я здесь. Будни такие, что бывает и тяжело, бывает легко. Люди, вы сами знаете, разные есть. Но мы стараемся всегда встретить приветливо, провести красиво, чтобы человек, выйдя из вагона, был доволен, что комфортно ему было, тепло и уютно в нашем поезде. Поэтому стараемся все сделать, конечно, для пассажира. 1 мая – праздник весны и труда, и не только для поколения зрелого. Сейчас, когда излишний идеологический налет уже сметен с этого праздника, его с удовольствием празднует и старый млад. Нет прекраснее повода, чтобы всем трудящимся весело и солидарно. Немного полениться и хорошо провести выходной день. Покатать детей и внуков на каруселях, открыть сезон шашлыков, сладковатое мороженого, насладиться концертами, да и просто пообщаться. Настроение идеальное. Погода сегодня солнце. 1 мая, люди веселые, нарядные, очень приятно. У меня тоже хорошее настроение. Праздник. Сегодня праздник все-таки, поэтому идем прогуляться, воздухом свежим подышать. Погода сопутствует. Мы рождены в Советском Союзе, поэтому, конечно, у нас ностальгия. Нам хотелось бы, чтобы какая-то была такая атмосфера, которая сопутствовала нашему настроению. Праздничные мероприятия прошли во всех районах областного центра. На Брестском Арбате открыла свой сезон музыкальная площадка, собравшая десятки любителей песен под караоке. А брестские ремесленники открыли свой клуб. И «Волшебная лавка» будет радовать брещан и гостей города эксклюзивными работами, а также мастер-классами. Сегодня в Бресте впервые у нас открывается клуб ремесленников «Волшебная лавка», где мы с удовольствием познакомим всех желающих со старинными ремеслами. Каждый день будет организована выставка продажи изделий ручной работы. А также мы обязательно обучим всех желающих любым ремеслам, любым техникам. Все, что вы пожелаете, вы увидите это обязательно. То есть мастер-классы у нас тоже будут проходить ежедневно. Праздник труда берет свое начало с давних времен. На какую бы почву под собой он не имел, какие бы люди не стояли у руля власти в этот день, чествует человека труда. А сам день 1 мая для большинства людей остался праздником с большой буквы.